Сейчас, в данном случае, вы видите на слайде, что было с различными активами, начиная с начала 2020 года. Зеленый график – это доллар к рублю, оранжевый график – это цены на золото, темно-зеленый график – это индекс DXi, индекс доллара к корзине мировых валют, черным – это цены на нефть. Почему мы смотрим на эти показатели? По двум основным причинам, потому что золото и доллар – это те инструменты, которые, в принципе, мною говорили на протяжении последних 12-24 месяцев, что кризисные явления в экономике присутствуют, что в моменты паники, каких-то панических распродаж, неприятностей на глобальных рынках, то первым делом растут два этих актива. Причем сначала растет доллар, после этого доллар немного корректируется и начинает расти золото. То есть, действительно, мы можем видеть на графике 2020 года, что с начала года у нас, получается, был резкий скачок доллара. Причем, если светлая зеленая линия – это курс доллара к рублю, а темно-зеленая линия – это курс доллара ко всем мировым валютам, то мы видим, что курс доллара вырос к рублю более сильно. При этом, доллар, в принципе, рос абсолютно ко всем мировым валютам. То есть, когда начинается паника, когда начинаются продажи, если посмотреть на временном лаге, когда это происходило – конец марта месяца. То есть, когда происходят некие финансовые шоки, без разницы, что является причиной этого финансового шока. То есть, первой реакцией является бегство в доллар. То есть, это первая реакция, которая наблюдается. Поэтому я говорил, что соразмерным, таким логичным является кэшевую часть позиции. Большую часть позиции в конце 2019 года держать в долларах и в золоте. Сначала будет двигаться доллар. Я тоже неоднократно об этом говорил. После этого за ним подтянется золото. Но мы видим, что в 2020 году примерно по этому сценарию и происходило развитие событий. То есть, март месяц, когда это произошло, начало марта, рынки начинают снижаться. Вот я специально вертикальную ось отложил. Это получается начало марта, рынки начинают падать, доллар уходит вверх. Все рисковые активы, в том числе и золото, начинают свое какое-то коррекционное движение. Нефть еще до этого у нас падала и падает еще сильнее. Индекс доллара укрепляется. После этого, соответственно, что у нас происходит, когда индекс доллара идет на спад, в середине марта, если быть точными, 23 марта происходит. Программа выкупа активов ФРС запускает, начинает предоставлять финансовую систему ликвидность. И как раз видим, что именно в этот промежуток времени и индекс доллара, и укрепление доллара к рублю достигает своих пиковых значений, после чего идет некое такое ослабление. То есть, ослабление доллара и начинает расти золото. То есть, закономерное движение, что если количество долларов увеличивается, то в этом случае индекс доллара падает, а антиинфляционные инструменты, соответственно, начинают корректироваться вверх к предыдущему падению. То есть, то же самое мы наблюдали по отношению к валютной паре рубль-долларов. Просто здесь амплитуда движения, она была более, ну то есть, рост был более существенным, как и коррекция тоже была более существенной. Вот то, что мы, соответственно, наблюдали. Это три основных типа активов – доллар, золото, нефть. Каким образом себя вели с начала года. Если посмотреть, что было за год, то в общей сложности за год у нас доллар прибавляет 23,8%, золото прибавляет 22%, индекс доллара снижается на 3,4%, нефть находится минус 37%. Это опять подтверждение неких слов к вопросу о том, что многие говорят, что Максим уже про этот кризис заколебал, говорил, что все будет стоить, что в долларах и в золоте сидите и ничего не заработаете. Уже на протяжении года, полутора лет ничего не происходит. Но эта стратегия на самом деле себя оправдывает. То есть, если вы хотите накапливать патроны для стрельбы, если вы хотите накапливать ресурсы для того, чтобы успешно купить продешевевшие сильно активы в результате кризиса, то есть то, что происходит сейчас, это таким классическим экономическим кризисом не является, который, может быть, имеет долгосрочные посредства. Пока что это некий такой краткосрочный шок, который мы наблюдаем. Те же самые активы, соответственно, в ретроспективе пяти лет выглядят следующим образом. То есть нефть за пять лет находится на значениях минус 23%. Индекс доллара минус полтора процента. Рубль послаб на 26% и золото прибавило 37%. На 20-летнем промежутке золото показывает плюс 587%. Доллар укрепляется, растет к рублю на 185%. Нефть находится на значениях 26,4%. Индекс доллара минус 17%. То есть, по сути, за 20 лет нефть практически находилась у нас в этом году на самых минимальных значениях на 20-летнем горизонте. Так вот, таким образом вели себя основные активы, когда мы говорим в моменте и в исторической ретроспективе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин